Всем привет, с вами Алина, вы снова на канале Элистолкс, я рада вас здесь приветствовать, также я рада, что я снимаю видео уже в своей привычной обстановочке. И вообще, честно говоря, я что-то давно не записывала видео, меня это саму не радует, хотя есть обстоятельства, которые в принципе позволяли бы мне записывать видео более часто. Но не об этом сейчас речь, точнее речь об этом пойдет, но чуть попозже. Итак, о чем же сегодняшнее видео? Сегодня я просто хочу рассказать, что же такого интересного со мной происходило в последнее время. Также немножечко поделюсь своей вышивкой, давненько у меня ее не было на канале. Я, как говорила, немножечко снизила свои темпы, но тем не менее вышивать я не бросила, поэтому сегодня хочу вам показать, что же на данный момент я вышиваю. Также хочу рассказать о впечатлениях прошедшего месяца, ну и что же у меня такого интересного в жизни происходит. Итак, поехали, начнем, наверное, с вышивки. Во-первых, в процессе у меня сейчас два проекта. Стоит отметить, что я совершенно полностью бросила все, что у меня было не начато до этого. Это что-то, что совершенно не было для меня свойственным. Я никогда не бросала начатые свои работы, но вот сейчас у меня произошел какой-то сдвиг по фазе, и рог изобилия у меня брошен на где-то 80% выполненной работы. Также у меня есть в процессе летнее утро, которое, ну, наверное, где выполнено процентов так 15-20. Почему-то эта работа мне совершенно не зашла, и мне не хочется на данный момент ее продолжать. Возможно, вернусь к ней где-то к весне, но сейчас у меня более такие осенние работы с подготовками к зиме. Начну, наверное, с более осеннего проекта. Это работа от компании Овен. Сейчас она у меня находится вот на такой стаде. Называется она «Осенний букет». И, вы знаете, эта схема, которая была куплена мною уже довольно-таки давно, наверное, ну, года полтора назад, и я никак не могла до нее добраться. И тут, в общем-то, планы-то были у меня такие, что я собиралась вышивать сакуру от Алисы Акниас, но к Алисе у меня не было основы. А тут я, значит, залезла в свои закрома и вспомнила, что у меня есть осенний букет, который я также подбирала основы. Я подумала, что, а зачем, в общем-то, мне откладывать, как только я буду что-то заказывать из магазина для вышивки, я закажу основу для Алисы и начну вышивать и тут тоже работа. Ну, а сейчас мне хочется чего-то новенького, и поэтому я с радостью схватилась за эту работу. И сейчас она у меня вот на такой стадии. Конечно же, это все выглядит достаточно непотребно на данный момент, но надеюсь, что никого это не смущает. Если что, ставлю приближенные кадры. Итак, я уже в предыдущих своих видео рассказывала, когда вышивала маяк от Овин, что мне кажется, что с Овином я готова покончить, но не то-то было. В общем-то, мне нравятся их дизайны, поэтому очень сложно обойти их стороной, тем более, что данный дизайн я покупала еще давно, еще, наверное, даже тогда, когда покупала тот маяк. И я решила дать Овину еще один шанс. У меня есть в закромах еще один от них наборчик. И что я хочу сказать. Дизайн просто потрясающий. Я нереально кайфую от этих цветов, от данной цветовой гаммы, и от того, как проработана схема, в плане того, что вот эти плавные переходы, но при этом это не сложно, это не совсем то, что бывает, например, у свободных дизайнеров, где миллион цветов для плавных переходов. И здесь, может быть, переходы и более грубые, но тем не менее, от этого дизайн не страдает. Он выглядит очень даже красиво. И сама работа заявлена, да, и также, как дана в наборчике, это Аида 18 каунта. Хочу отметить, 18 каунта. Представляете, насколько мелкая эта работа? И еще тогда, когда я подбирала данный набор, я сразу уже понимала и осознавала, что я не собираюсь вышивать это на Аиде, тем более на белой Аиде. Мне кажется, что подобные цветовые комбинации, какие используются в данной схеме, все-таки будут лучше смотреться на какой-то другой основе. И поэтому я выбрала для этого Белфаст в оттенке крем. Также где-то я говорила, а может быть не говорила, наверное, это видео, кстати, до сих пор не вышло, о том, что я ненавижу вышивки. И там была основа Белфаст. Я не очень люблю эту основу, но она у меня уже была. Я подбирала ее задолго до того, как поняла, что я больше не хочу связываться с этой основой. Поэтому взяла ее снова и на ней вышиваю. Но сейчас мне немножко полегче, я как-то к ней приноровилась, но все равно это не является самой моей любимой основой. Вот так вот. Я вышила только одну небольшую часть. Вообще схема довольно-таки большая. Но все равно продвигается она достаточно быстро. Мне, в общем-то, нравится, как работать вообще с этой схемой. Есть одно небольшое но, и опять это но у меня на нитках. Как бы мне хотелось сказать, что проблема с нитками была у меня только в одном наборчике от компании Овена, к сожалению, нет. В данном наборе, вот у меня сейчас нету под рукой этого органайзера, но поверьте мне на слово, буду потом вам еще показывать, когда буду снимать видео отдельно об этом проекте, что, во-первых, органайзер сделан таким образом, что оттуда невозможно вытягивать нитки, потому что нитки смотаны вот так колечком и прикреплены, то есть не со свободным краем, когда можно вытянуть оттуда ниточку, а вот просто закрытым колечком. Поэтому пришлось переорганизовывать весь органайзер, но это одно но. Второе но, то, что нитки просто не были нарезаны. Некоторые нитки были длиною, вот не соврусь, сейчас одна нитка первая была в длине 7 метров. 7 метров это фактически целый моток мулине, который был просто прикреплен к органайзеру. Что за фигня? Ну, ребята, на данный момент, когда на рынке столько конкурентов и делают такие обалденные схемы, когда компания Dimensions выпускает свои собственные нитки, которые у лучшего качества, которые отличные просто длины, то компания Oven даже не досуживается нарезать свои нитки нормально. Мне кажется, что это просто неуважение. И, конечно же, даже от того, что дизайны такие красивые, все равно из-за того, что работать с этими нитками так сложно и проблематично, знаете, иной раз можно просто этому дизайну отказать, в конце концов, и купить что-то, что тебя устраивает по качеству больше. Вот. Ну, ладно, это такое как бы, ну, не фигня, конечно, случается, надеюсь, что компания Oven учится на своих ошибках, и это то, что касается моего первого проекта, который у меня сейчас в работе. Ну, а мой второй проект, который я также снимала в своем предыдущем видео, это от компании Panna, и сейчас я вышиваю домик пряничный, и я вышила уже несколько деталек, и вы знаете, меня вот все устраивает. Вот это один из тех проектов, в которых, в принципе, не к чему придраться. У меня уже выполнено раз, два, три, да, вот здесь вот какие-то мелочи, но это все такое, такое как бы маленькое, вот одна только основа, как это, начало домика, одна стеночка у нее не выполнена, здесь не заполнена, нужно заполнить одним цветом, я хочу взять эту стеночку с собой в качестве дорожного процесса, в ближайшее путешествие, которое я буду, ну, собираюсь, и тут нужна одна нитка, которую я с собой возьму, наверное, заряжу сразу в несколько иголочек, будет удобно вышивать просто без схемы, без ничего, допустим, в самолете. Также здесь есть вот такой вот вот человечек, какие-то конфетки и так далее, в общем, все предельно мило и все предельно просто, в какие-то моменты, когда ты понимаешь систему, да, или схему, потому что рисунок, он, во-первых, синхронный, а во-вторых, он настолько элементарный, что начинает вышиваться какой-то определенный узор, и он так продолжается до конца, то тебе просто не нужна схема, то есть для меня это проект отдыхалочка, который я беру по вечерам, допустим, или когда мне сложно сосредоточиться, сейчас, когда мы были в путешествии, я тоже брала с собой эту работу и вышивала ее на пляже, вообще без проблем, и вышила вот одну часть домика. Нужно немножечко наращивать темп, потому что я вышила только, точнее не вышила, я в процессе до сих пор вышивания одного листа, посмотрите, наверное, размеры этой схемы, во-первых, масштабы просто удивляют, я имею в виду масштабы схемы, то есть это настолько огромная схема, что можно просто увидеть ее, действительно издалека. Это удобно, но у меня еще ждет вторая часть, второй листик, и также все это нужно будет вместе собрать, и, конечно же, нужно немножечко поторопиться, потому что, ну, на данный момент, я уже, уже на данный момент, я рискую не успеть. Вот. Вот такие вот два проекта я сейчас вышиваю, и если вам была интересна только вышивка, то дальше я буду рассказывать о других вещах, которые с вышивкой не связаны, ну, а если вам это также интересно, то оставайтесь со мной. Далее, вторая вещь, которую я хотела бы с вами поделиться, это моя последняя поездка, я думала снять о ней как полноценный влог, но потом поняла, что, наверное, нет, потому что такие видео мало просматриваются, да и сама, если честно, я не очень часто смотрю влоги из путешествий каких-то других людей, потому что, ну, не знаю, почему, мне интересно путешествовать самой, но я очень редко даже сама пересматриваю свои влоги из каких-то поездок, поэтому решила вас не грузить, возможно, вставлю какие-то кадры, но чем мне хотелось с вами поделиться, именно своими общими такими впечатлениями, потому что мы с мамой ездили в Грецию на остров Крит, и, честно говоря, исходя из моего опыта путешествия по Греции, я также была на острове Крит наверное лет 7 назад, у меня было такое смешное ощущение по поводу этой страны и этого острова в частности, что мне, не то чтобы не очень хотелось, но мои ожидания были занижены, но, вы знаете, данная поездка была гораздо, просто в разы в разы лучше, спасибо мамулечке за то, что пригласил меня в данное путешествие, я реально очень хорошо отдохнула, мы вместе провели такое ценное время, мы очень редко куда-то вдвоем выбираемся, и вот это время, проведенное с семьей, с самыми близкими людьми, это просто бесценно, и, мамусик, я тебя очень сильно люблю, вот. Но, что хочу сказать, о том, что мы выбрали для поездки время октябрь, и я сомневалась, если это хорошее время, вообще туда поехать, потому что это не бархатный сезон, так называемый в нашем представлении, то есть сентябрь месяц, по прогнозам, возможно, были дожди, также достаточно прохладно, но октябрь, а точнее первая половина октября, это отличное время, чтобы ехать в Грецию, и я вам это действительно советую, в качестве поездки с детьми, в качестве такой, знаете, поездки, ну, по максимуму просто отдохнуть, в комфорте, и погода была просто супер, был один единственный день дождь, и я его не застала, застала его моя мама, такой прямо хороший ливень, все остальные дни погода была просто супер, было солнечно, и температура была действительно комфортная, то есть около 25 градусов, даже немножечко поднималась до 28, в полудень, буквально пара дней, ночью было немножечко прохладно, но все равно купаться было можно, вода просто отличная, чистейшая, чистейшая, кристально чистая вода, и вы знаете, природа в таком невзное, то есть, да, когда она просто выживает, выжженная такая земля, а все такое свежее, зелененькое, уже созревали гранаты, созревали апельсины, мандарины, конечно, еще их там было не так много, наверное, более ранние сорта начинали зреть, но тем не менее, у нас был очень даже приятный улов, пару дней мы с мамой вышли на охоту за фруктами, и мы срывали прямо отличные такие свежие красные гранаты, апельсины, некоторые апельсины были еще немножечко, ну, такими зелененькими, кисловатыми на мой вкус, но что было просто обалденно, это были финики, ой, финики, это были инжиры, инжир, это не тот инжир, который продается в магазине, такой фиолетовый, да, и это не сушеный инжир, это свежий, он более такой, он просто был зелененький, но такая ароматная красная серединка, и мне кажется, что все-таки сезон для инжира чуть-чуть пораньше, мы застали уже его самый конец, но это было просто вау, мы лопали его просто горстями, срывали с ветки, разламывали, съедали, в общем, это просто супер, и для тех, кто такой же помешанный, как бы на вегетарианстве, и здоровом образе жизни, это место, где просто вы должны побывать, это свежая зелень, это помидоры, помидоры, хотя я хочу сказать, что у нас в Саратовской области есть получше помидоры, но тем не менее, это большие вкусные салаты, это оливки, это свежее оливковое масло, это сыр фета, просто обалденный, это свежие фрукты, в общем, классно, очень понравилось, из-за мест, которые мы ездили, которые меня действительно впечатлили, во-первых, это Ритимна, городок, мы вообще как бы отдыхали у города Ираклион, недалеко, в небольшой исторической деревушке, мы снимали виллу, но мы брали, снимали машину, и это, кстати, один из тех моментов, которые сделают ваше путешествие на острове Крит, просто в разы, в разы лучше, потому что сидеть в одном городе, это все-таки скучновато, по Криту нужно ездить, поэтому мы были в городе Ритимнен, это обалденный, красивый город, маленький, такой симпатичный, погулять, очень классно, потом мне понравилось отдыхать в бухте Бали, или Бали, точно, я не уверена, чистая тоже вода, и третье, это очень такое сомнительное местечко, но, которое, конечно же, оставило самое большое впечатление, как ни странно, это курорт Матала, или Матала, в общем, туда, это уже с севера, на южной стороне острова, прямо перпендикулярно от Ироклиона, и это место, где раньше отдыхали хиппи, ну, в далеких 70-х годах, и сейчас там просто очень много туристов, пляжный отдых там очень развит, там также можно поесть морепродуктов, да, и мы попали туда на так называемый Red Beach, если кто-то был на Крите, конкретно на данном курорте, вы поняли, о чем я говорю, но это, конечно, просто да, в общем, попасть на этот пляж, нужно перейти через, ну, такой перевал, то есть через гору, и, во-первых, тут можно сочетать сразу несколько видов отдыха, то есть, это хайкинг, да, то какие-то прогулки, также это пляжный отдых, для этого, конечно же, нужно лучше взять с собой какие-то хорошие ботиночки, для того, чтобы подниматься по скалам, вид оттуда просто нереальный, все мои самые классные фотки сделаны именно на фоне вот этой бухты, но пляж Red Beach до сих пор является нудистским пляжем, ну, так 50 на 50, и на самом деле я думала, что он уже не нудистский, но нет, он до сих пор нудистский, и нудистов там прилично, такое большое количество голых людей я никогда не видела, я не понимаю, да, но веяние, течение, кстати, именно это, эти впечатления вели для меня тема для моего предыдущего видео про бодипозитив, вот, но тем не менее, если у вас нет никаких заскоков по этому поводу, не обязательно там быть голым, например, мы нормально, ну, в плавках, как в купальнике, загорали, плавали, и много людей, точно так же, потому что вода там обалденная, очень красивое место, стоит туда сходить, но будьте готовы к тому, что некоторые люди там лежат в совершенно неглиже, вот, ну, и третья вещь, о которой мне сегодня хотелось бы с вами поболтать, точнее, я до последнего сомневалась, стоит ли мне об этом вообще как-то выносить это на публику или нет, в принципе, мой блог не так кому-то вообще интересно, популярен, скорее это, знаете, наверное, более видеодневник, чем вообще какой-то блог, но все-таки думаю, что, наверное, я это скажу, в принципе, наверное, мне будет интересно самой пересмотреть это видео когда-то, вот, но я сейчас ушла с работы, представляете, для меня это был огромный-огромный шаг, и после очень долгих раздумий, я все-таки решилась о том, на то, чтобы уйти со своей работы, я не любила свою работу, особенно свое последнее место работы, в принципе, как бы, я люблю работать, я всегда думала, что я, как это называется, варкоголик, или трудоголик, да, и что я карьеристка, и туда-сюда, и все эти дела, но, вы знаете, в последнее время, когда я начала больше смотреть видео, проходить какие-то курсы, читать книжки про саморазвитие, я поняла, что я вообще иду не в ту степь, мне не нравится то, чем я занимаюсь, мне не нравится, как выглядит мой каждый день, моя ежедневная рутина, то, что мне приходится делать, то, о чем мне приходится думать, я не удовлетворена всем этим, единственное, что меня удовлетворяет, это как-то косвенно, это только доход от моей работы, все, но если представить в глобальном смысле, да, нашу жизнь, то, знаете, я не готова была заниматься этим многие годы, и тратить на это свои душевные силы, напомню, что я работала IT, вообще моя специализация была в последних моих местах работы, это фармацевтия, или даже, точнее сказать, клинические исследования в области фармацевтии, то последняя моя работа была также в фармацевтической компании, но уже на позиции чистого вот IT, и вы знаете, это вообще не я, я не IT, и мне это вот просто настолько стояло поперек горла, что я поняла, что просто нет, то есть у меня просто не было никакой больше темы для разговора, ни с кем, кроме того, как я ненавижу свою работу, да, когда такое происходит, наверное, есть смысл задуматься, может быть, не стоит этого делать, но в конце концов, меня никто не гонит на работу, и возможно, что нужно посмотреть немножечко в другом направлении. У нас вообще по закону нужно сообщать работодателю о том, что ты уходишь за два месяца, так же, как и работодатели, тебя обязаны предупредить за два месяца, если они тебя увольняют прямо вот сегодняшним днем, то в таком случае они обязаны тебе заплатить минимально на два месяца компенсацию, там идет расчет из-за количества лет, которые ты у них отработал, и, соответственно, я сообщила своему работодателю о том, что я ухожу еще, по-моему, в конце июля, и вот сейчас, уже в конце сентября, я полностью все это дело свернула, и с 1 октября я официально являюсь неработающим человеком, но в государстве есть отличная система поддержки неработающих людей, особенно тех, которые работали исправно на протяжении многих лет, и государство финансово нас поддерживает, достаточно просто прийти и зарегистрироваться как неработающий человек, и в течение пяти месяцев государство тебя будет поддерживать, единственное, что нужно ходить ежемесячно на встречу со своим куратором, говорить, что ты делаешь для того, чтобы все это изменить, и если они будут предлагать тебе какие-то варианты работы, а ты будешь систематически от них отказываться, то в таком случае они могут тебя снять с этой программы, но в моей сфере вряд ли мне будут очень много чего-то предлагать, но тем не менее, в общем, они также, возможно, могут дать поддержку, если вы решите открыть бизнес. В общем, да, стою я сейчас на учете, и вы знаете, я настолько кайфую, я думала, что мне будет очень скучно, и мне будет нечего делать, я буду маяться и ныкаться, но нет, я реально кайфую от того, что у меня есть время посвятить себе, и тому, что мне нравится. Наверное, у каждого человека или у каждой женщины есть в определенный момент жизни такой момент, когда вот тебе хочется немножечко остановиться, да, и просто оглядеться, что вообще вокруг происходит. Возможно, что это неправильно, и кто-то считает, что это глупо, какие мои годы, да, я сейчас должна рваться, бежать по карьерной лестнице, но, вы знаете, вот мне сейчас захотелось немножечко так остановиться. Я занимаюсь каким-то церемонразвитием, я убираюсь дома, я разобрала кучу завалов, которые у меня просто накопилось за последнее время, я занялась своей внешностью, своим здоровьем, знаете, вот мы съездили отдохнуть, и, к счастью, меня на работу ничего не гонит, и поэтому я решила немножечко изменить свою квалификацию, я иду обучаться на специализированные курсы, вообще никак не связаны ни с IT, ни с фармацевти, это нечто другое, пока что не хочу никому об этом рассказывать, вот, буду проходить обучение в течение ноября месяца, и посмотрим, что из этого выйдет, и буду, в общем-то, стараться расти немножечко в другом направлении. И, почему я это говорю, наверное, для того, чтобы, ну, как бы, наверное, для себя, потому что хочется, вы знаете, одно, это культивировать это в своей мозгу, и даже совсем другое, это вот так произнести, сказать то, как есть, я не знаю, каким образом все это обернется, и что вообще из этого выйдет, но, тем не менее, я надеюсь, что мне будет, мне будет сопутствовать не только удача, но также достаточно жизненных сил и уверенности в себе, для того, чтобы реализовать то, что я хочу, но узнаем мы это уже гораздо позже, кстати говоря, я думала, что у меня будет гораздо больше времени и желания записывать видео, но это почему-то не случилось, я так и не поняла, почему, хотя, наверное, это связано с некоторыми техническими проблемами, которые я испытываю со своей камерой и компьютером, точнее, у меня нету камеры, я все время записываю на телефон, а телефон у меня почему-то не хочет контактироваться нормально с компьютером, и каждое видео для меня это какая-то борьба, наверное, если бы это все было попроще, все бы тоже записывалось гораздо, ну, гораздо веселее, бодрее, что ли, вот, ну, в общем, такая минутка нытья, вот, но надеюсь, что этот момент тоже у меня будет в ближайшее время исправиться, потому что я не хочу уходить с YouTube, меня очень все это, ну, как бы вдохновляет, вот, так что, друзья мои, это было все, что я сегодня хотела рассказать, не знаю, видео, возможно, получилось таким немножечко долгим, те, кто смотрит меня уже какое-то время, вам большой привет, не теряйте меня из виду, а те, кто только случайно попал на мой канал, добро пожаловать, я здесь бываю, канал Незаброшенный, ну, а с вами была Алина, всем отличных осенних дней, всех целую, пока-пока,